Народная волна Народная волна Народная волна Светлой Пасхи всем, кто празднует Но украинцы лично мне Преподнесли очень хороший подарок Хотя я родился в Москве Я коренной москвич И моя бабушка с дедушкой И мои родители родились в Москве Ну, одна сторона бабушки с дедушкой И я, конечно же Москва горела и тонула одновременно сейчас крейсер или как что это такое такое ну я знаю что это был самый это большой противолодочный корабль как раз он был для того чтобы при высадке при захвате николаева и одессы обеспечить но слайд он прикрыть небо то есть он будет противовоздушный против ракет против самолетов на нем это то корабль на котором я был не один раз это слова класс корабль к в каждом флоте в принципе в россии есть по такому это флагманы это самые большие корабли они не потопляемые как российская армия непобедимая как и великая россия вечная и вот страна которая не страна у которой в принципе нет флота топили этот огромный корабль который был глухой слепой вот помнишь они про кук говорили что пролетела российская какая-то консервная банка над ним и все отключила и все он было и так перепугались офицеры что дали в отставку подали в отставку российские офицеры и матросы должны были быть с вот этого большого противолодочного корабля москва подать в отставку потому что видимо они подошли чрезвычайно близко и берегу не были были слепые глухие и сбили две ракеты которые вообще не предназначены для такого размера нептуны они не сверх там не гиперзвуковые какие-то они не меняют траекторию полета их в принципе такой корабль или корабли охраны которые охраняют этот корабль должны были быть на территории вместе с ним такой корабль не должен ходить один должны были сбить моментально они даже видимо и не заметили когда они по ним ударили молодцы украинцы поздравляю честь и спала этим ребятам которые отработали или девчонки которые отработали эту операцию это не просто так считаю соревнуются с израильтянами уже включать операции как с медведчуком человек и такие операции как в белгороде как в бердянске они провели это не случайно это не просто так вот с этим не совсем современным оружием не с мнений со всеми мультиками они попадают куда надо попасть попадают тогда когда надо попасть и конечно же молодцы ну опасность в том что этот корабль мог иметь ядерное оружие у себя на борту и тогда конечно же создастся огромная экологическая катастрофа в черноморском бассейне если они это сейчас промолчат и быстро не соиздаться международная международная помощь этому чтобы обезвредить ядерные боеголовки которые находятся на борту этого корабля если это так такая возможность есть да возможность всего есть если они опять промолчат и подумают что авось пронесет как с чернобылем то не пронесет соленая вода проезд будет реакция и выйдут разные газы из этих из этих ракет и они отравят моря но большую часть моря во всяком случае ну вот я почитала оснащение этого корабля там вот этот вот ракетный зенитно-ракетный комплекс пво с 300 ф форд который там 64 ракеты на нем и ни одна не выстрелила по этим двум небольшим не заму на представляешь себе если бы были гарпуна и гарпуны запустили бы по ним скажите гарпуны если я не ошибаюсь по моему англия поставляет или на мир не поставляет на гарпун это американская ракета но и и поставляют англии хотя должны бы поставлять мы к сожалению пока что насколько я понимаю гарпуны есть но пусковых систем еще нету на территории украины как только они получатся я думаю что на русский флот перестанет существовать ну вообще у русского флота есть какая традиция топить свои корабли в черном море это еще со времен ушакова второй мировой войны первой мировой войны они топят свои корабля корабли в черном море вообще ко всем остальным а варяг же тоже был потоплен своими поэтому это так традиционно и особенно та страна у которой нет флота потопил самый большой непотопляемый корабль российский это войдет в историю также я думаю что украинцы сейчас заняли первое место по тоннажу потому что последний корабль который был потоплен вот такой крупный это был аргентинский корабль во время фоколовской войны британцы потопили его но тоннаж там был меньше и там команда была 200 чем-то почти что 300 человек аргентинцев а здесь больше 500 я сегодня как раз вот видел видео вот тот момент когда судно то надо все это надо это всегда все смотреть с очень таким осторожным потому что это может быть мультики да нет это не мультики это извини пожалуйста не бывает это правда это правда затопление корабля но это не москва это не слава класс корабль и это затопление контролируем это специально потопили это корабль что кораллы из него сделать часто делается с кораблями которые больше непригодные служили свой службе будет дороже распилить на металлолом чем затопить и создать экологическую но это их надо очистить их надо приготовить чтобы они не создали экологическую катастрофу а наоборот помогли экологии когда такие корабли затапливаются там кораллы начинается рыбки начинают водиться и как бы это помогает экологиями корабль который за топлива затапливали я не знаю что это за корабль и не знаю кто его затапливал но это это же видео это видео да да это конечно же прислали о москва потонула это не москва это не слава класс корабль да он похож на варшавского договора крейсер или второй мировой войны американский крейсер может быть сложно разглядеть это но это контролируемое затопление корабля ну спасибо что разве но все равно приятно посмотреть и думать что это москва у меня есть будет так и я не я не я не хочу людей расстраивать но я просто не не думайте что это так но разведки разные докладывают что он утонул ночью поэтому съемок нету да что они с ним все равно бы делали тоже непонятно даже если бы они его куда-то оттащили но куда они могли его оттащить ремонту он уже не подлежал потому что он уже был притоплен и ну а таких доков нету только в николаев если просто они могли бы договориться с украинцами чтобы они взяли в николаев и отремонтировали там другого варианта я не вижу опять же это все смешно если нет ядерного оружия на борту если ядерное оружие на борту это совсем не смешно теперь к николаеву мы еще вернемся поскольку николаев стоит на пути к одессе это по моему единственный такой большой крупный пункт который преграждает путь на одессу сухопутный но они его не смогли взять и одессу взять даже с морской пехотой с поддержкой вот этой москвы которая прикрывала их с неба не смогли взять николаев но и тем более одессу поэтому все что они теперь смогут сделать это только вот бомбить налетать сравнять с землей но так как они обычно считают что это они умеют воевать танками гусеницами бомбами никакого искусства или науки в этом не надо надеюсь что к этому моменту уже украина будет достаточно противовоздушной обороны и будет достаточно тяжелого оружия чтобы они смогли защитить вообще я хочу вам сказать вот кончайте все это дело кончайте мы одесса не надо на одессу вообще замахиваться я же вырос с одесситами набрать они многие люди думают что я одессит это это не те люди с которыми надо связаться это культовый город это исторический так что тот куда туда сует задали наш ростов папа одесса мама кто маму тронет того мама похоронит и вот на на москве я как коренной москвич вам говорю но вот это вот еще раз вам пример это этот корабль не собирался одессу погубить а теперь одесситы его вытащит конечно же этот корабль они его покрасят с одной стороны и продадут вам в три дорого и потом опять его потопят поэтому бросьте заниматься и фигней вообще-то чего не знаете с кем вы свяжем что вы с кем вы связались связались с умными людьми дебилы проиграют хорошо ситуация на донбассе мариуполе так далее вот что что там будет что там будет происходить на твой взгляд буду я не знаю что там будет происходить явно они продолжают бомбить явно они пытаются закидать бомбами сейчас они наберут новые пушечные мясо тела наверное опять туда это все кинут будущее я не могу прискать я знаю что украинцы должны быть готовы ко всему я уверен что сейчас вот при этой панике при этой истерике они захотят отомстить за москву за корабль и закрыть это большой противолодочный корабль наверное будут психовать своей тупостью начнут какую-нибудь кровожадную операцию украинцы опять с выдержкой снайпера подождут то увидят когда они допустят опять крупные ошибки и и грохнут их еще раз в мариуполе опять же азов и морские пехотинцы уже наверное отодвинулись спартанцев на второе место и заняли первое место там потому что если вы посмотрите на карту как они защищают и чем и кем они окружены это конечно подвиг гигантских масштабов и исторических размеров поэтому к сожалению позапрошлая администрация объявила батальон сегодня это полк ну наверно тех уже остался опять батальон азовок террористической организации там антисемитской и все остальное российской организации насколько я знаю япония сняла их с этого террористического списка да у нас вот наша сегодняшняя администрация сняла много террористических организаций исламистских со списка террористических а вот азов там оставили и хотя я уже много раз говорил с командирами азова и с членами команды азова никакой там антисемитизма уверен есть пару придурков как и везде среди нас есть но это очень боевая организация патриотической организации мы видим какой бой они дают русским и многие из них даже носят книгу голда маир с собой потому что они говорят мы сианисты мы просто украинские сианисты ничем не отличаемся от этого и конечно же они берутся право и но к сожалению они не сняты со списков террористических организаций в соединенных штатов америки хотя они часть уже как бы вооруженных сил с украины они часть национальной гвардии украины но вот так вот они до сих пор у нас списков террористической организации к сожалению азов также наш журнал независимый журнал джеймс это такой самый знаменитый самый популярный журнал военный назвал азов полк азова самой боевой единицей в сегодняшней современной истории скажи пожалуйста вот информация по поводу 36 бригады которая якобы сдалась в плен опять же все это надо смотреть сейчас очень очень много фейков очень много обмана идет сдались они в плен не сдались не в плен это надо смотреть также обращение одного из бойцов по моему замкомандира азова что их бросили что их там кинули забыли сегодня мы также видим очень много видео где и медведчук и путин и и байден трамп поют и губы движутся как как будто они дурацкие песни сегодняшними технологиями это все очень легко подделать это должны специалисты смотреть и разбираться настоящее это или не настоящие подделки это ли не подделки поэтому это я комментировать сейчас не буду не по этому поводу потому что это так мне не очень верится что это так конечно же кто-то в плен попал это война и многие погибли ребят и азов и морская пехота украинская истекает кровью особенно потому что у них нет правильного оружия у них вообще проблемы с обеспечением насколько они в окружении да и то есть я стрелять я патроны ему нишу как бы на подсосе было и продавал когда ты сказал один наш известный генерал что мы в окружении поэтому можем наступать любом любом направлении поэтому это дает тяжелая ситуация но они мариуполь русские не взяли луки ну что касается донбасса я могу понять некое некое практическое значение этого места то есть донбасс крым там и сланцевый газ там и нефть нефти месторождение нефтяные то есть я могу понять это вот скажем но вот зачем россии газ и нефть а потому что украина могла составить им довольно серьезную конкуренцию там довольно большие запасы газа и нефти россия считает монополистами решили начать третий мировую войну это 1 чтобы чтобы как бы за покупали газ и нефть и нефть но это глупо это 1 и практично это это чтобы чтобы вернуть потери которые они уже понесли в этой войне даже финансовые потери если послушать финансистов и чтобы они возместили себе эти все потери надо торговать газом и нефтью еще следующие 100 лет это что будет все санкции которые против не были видны послушай что им не хватало что им не хватало взять это при они объездили на натовских машинах брились натовскими бритвами пользовались натоскими зубными щетками учились на то лечились над и ездили в отпуск натовские страны пользовались айфонами компьютерами натовскими чего им не хватало что это тут их нато вдруг так испугало конечно же это все брехня это не нато это все они просто используют вдруг они испугались надо в 2005 году не с того несет а хотели вступить надо а то началось в 2005 2006 году что вот нато нас окружила вот нато нато на если мне память не изменяет до этого периода времени вообще путин говорил о том что они в принципе готовы присоединиться к нато никаких претензий к нато никогда не было и на тоже не надо было присоединяться потому что когда я был начальником штаба нато в москве то нато уже практически развалилась уже нато не функционировал не было у нас общего врага мы работали с россией нормально все но вдруг они напали на грузию и тут нато славного подождите подождите может быть это не нам еще есть чем заняться но и потом в четырнадцатом году когда они напали на украину конечно же все теперь финляндия хочет быть над теперь швеция хочет быть на дако кстати побольше соседи хотят быть нато может быть если бы они не нападали на своих соседей то и нато бы не нужно было само распалась андрея ларионов они создают они создали путину надо поставить памятник в штаб-квартире нато в брусселе гарри андрея ларионов связывает изменения вот политики россии по отношению к нато с работой посла бернса если я не ошибаюсь к который вот ему преподнес эту идею и так далее его и после этого поменялось резко отношения будет то есть мы ну мы как американцы в лице посла бернса сработали против нато до людей сегодня и сегодня посол бронз хороший друг путина это единственный посол с которым путин общался и приглашал к себе по протоколу это нельзя делать вот это такой был его личный друг который слушал это это же не андрей ларионович придумал или как какую-то формула это бронз написал у себя в книге когда он общался с кандалисией раз и все такое поэтому конечно же а сегодня у нас господин бронз он возглавляет сыру как так же как господина при обаме он возглавлялся брэнон господин бронз который был членом коммунистической партии но он у нас изначили чего господин бронз летал в москву перед войной все время почему они как это что он там делал чем цру может делиться с с российскими фсб этой ситуации разведки да кстати ты упомянул финляндию швецию которые намерены присоединиться к над и ближайшие недели похоже они будут этот вопрос обсуждать на что россия ответила угрозой ядерной атаки ну а что еще могут они будут так угрожать все и чем наши власти сегодняшние европейские вот эти без без стержня без хребта власти будут все время юлийте как перед гитлером пытаться увлажать тем больше он видит что это слабости и он угрожает он видит что угрозы ядерным оружием срабатывает потом он попросит аляску потом он попросит израиль потом он попросит скажет польшу баба балтийские страны ему же нужно коридор пробить в в калининград он тоже как бы изолирована и что мы все время будем ведь ну надо да надо ему дать нуж ядерное оружие тогда зачем нам ядерно чем мы тратим миллиарды долларов а почему бы не сказать как трамп сказал ким ченуны у меня кнопка больше чем у тебя придурок если ты только своей рукой туда подтянешься у тебя ни рук и ног не останется я тебе это обещаю все и он сразу успокоился ни одного теста и ядерного и ни одного полета и ракеты больше не было когда мы ты так и возишь перед ним то конечно и поэтому может быть даже на москве и оказалось ядерное оружие из-за этого чтобы это показать всем что он чтобы устрашать всех таким образом ну пока вот это наша бесхребетная власть или продажная или коррумпированная власть власть так себя ведет он будет так себя вести и потом он тоже обижается говорит подождите с чеченцами мне можно было это делать всех и там вырезать детей женщин мирное население сирийцами можно было мне на донбассе мне это можно было в грузии не это можно было а с украинцами мне нельзя вдруг вы как-то встрепенулись потом наверняка он говорит байт как нечестно мы что говорили на кстати вот по этому поводу мид россии направил ноту протеста в сша по поводу объявления президента байдена выделение 800 миллионов долларов кстати 800 миллионов долларов насколько я понимаю это это должно было быть предусмотрено законом законом ленд-лизи который по моему еще не приняли по моему нижняя палата не проголосовал или две разные вещи это две разные вещи наш конгресс а байден запросил военную помощь сначала когда байден пришел к власти он сразу же почти что в три четверти урезал военную помощь украине и наложил санкции на наш северный поток кистон и снял санкции с российского северного российского немецкого северного потока санкции и урезал военную помощь украине но там еще много разных 200 миллионов долларов которые предназначались для украины отправил хамаса да он отправил хамасу да все верно и далее что получилось что как он когда началась война конечно же он сказал запросил конгресс о помощи украине я не помню сколько он запросил но конгресс выделил больше 800 миллионов долларов потом добавил еще 300 миллионов долларов но это получилось там миллиард миллиард стоили что-то такое миллиард чем-то но это я просто говорю что в сравнении допустим это не что это то что украина потратит в течение недели во время боевых действий с россией в сравнении это показать то что в афганистан там где у нас стоит армия целой армии помимо этого еще давали 300 миллионов долларов в день 300 миллионов долги вот сравнить что дали украине что дали афганистан но это на год это на год и теперь у нас получилось так что конгресс сенат вернулся и сенат сказал помимо этих 800 миллионов долларов мы должны выдать сейчас мы еще хоть проголосовали за land то есть это вообще-то такой бесконечная огромная сумма и это дается украине это дается без бюрократии без всего моментально дать украине это было сделано в прошлый четверг неделю тому назад в пятницу был последний день когда сенат проголосовал теперь конгресс должен проголосовать вот насколько быстро конгресс должен был проголосовать в пятницу президент должен был подписать и land lease бы начался но госпожа пелоси всю пятницу держала это у себя на столе конгресс не проголосовал и ушел на каникулы на две недели две недели это сейчас идет исчисление на часы кто раньше ли украина подготовиться к обороне и контратаке или россии подготовиться к захвату украины нанесет сильнейшие удары поэтому конгресс а когда байден еще это подпишет тоже неизвестно он может сидеть сказать туда-сюда помнишь когда трамп когда все в пакете шло и там было не помню сколько 250 миллионов выделено украине он просидел погиб потому что ему там из-за стены он за стены с ними спорил и все начали импичмент и пищу потому что он не помогает украине войны тогда не было а сейчас мы не знаем даже сколько байдена этом просидит байден как бы говорит что он готовится к привязать это какой-то дате не знаю может быть 9 мая вот это вот две разные вещи но с другой стороны хорошие новости это то что вот эти 80 миллионов уже выделены на них на них закуплено уже очень важное оборудование оружие которое я надеюсь скоро он будет в украине это включает гаубицы дальнобойные 155 миллиметра и противоаклиеристы радары то есть откуда русские будут стрелять украинцы сразу же смогут определить откуда это и погасит а вот интересно в связи с нотой протеста то есть англии там австралии или турции российский мид ноту протеста не направлял но потому что он с ними не договаривался с байденом договорился они берет эйбаль ты чё мужик мы с тобой договорились а ты посылаешь им оружие защищать и поэтому генерал милый сначала вышел и сказал что украина до войны еще украина не простоит и 72 часов поэтому оружие не чудо сейчас он выходит перед тем же конгрессом всем и говорит война будет очень долго и дни так вот не поймешь он это сам придумывает это ему наши 17 разведывательных организаций с которым опять же платье миллиарда долларов сообщает или он подстраивается под политиков что белый дом говорит что белый дом хочет он то и говорит вот я думаю что это последнее и конечно же это вводит разлад и падение боевого духа наших вооруженных сил когда главный военный в нашей нашей армии занимается политикой и подстраивается под президента они под они под соединенные штаты америки тому кому он давал присягу народу соединенных штатов америки с этим я вспоминаю как все медиа наши на продажные обвиняли трампа в том что он не доверяет нашим как же можно доверять они про профукали все моменты с афганистаном с этим с этим что 11 сентября с ядерным оружием у пакистана и индии да и развал советского союза они не могли предсказать они еще писали и говорили что советский союз готовится на нападение что у него вооруженные силы офигенно какие и сегодня они говорят что армада таким прекрасный танк ну где-то где-то так дальше никто его не видит но и конечно же непотопляемый слава класс крейсер москва да юр давайте мы сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут послушаем рекламное объявление после чего вернемся продолжим если будут звонки кстати пытались люди дозвониться но мне хотелось послушать от вас информацию прежде примем звонки от радиослушателей примем все договорились возвращаемся к беседе с капитаном первого ранга в мс сша в отставке гарри табахом а телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 если вы не против может примем звонки добрый день пожалуйста в эфире добрый день господа скажите пожалуйста какое положение и какая ситуация должна быть на украине чтобы россия пошла на подписание договоров о прекращении военных действий я не имею ввиду как бы капитуляции украины именно по состоянии и стратегии положение поиски или состоянии войны можете дать какой-то ответ в этом отношении да конечно но я считаю что это не капитуляция украины а единственное что сегодня будет принято всем миром я надеюсь и тем более украина это капитуляция россии не только то что она чтобы вышла с украины полностью и навсегда но также ее разоружить от любого наступательного оружия как это было сделано с германии с японии после второй мировой войны и конечно же ядерным оружием потому что она будет продолжать угрожать нам будет там путин или будет кто-то другой это просто откладывается время это просто оттягивается время как и с израилем это всегда было всегда когда израиль брал инициативу начинал выигрывать и занимать территории арабских стран после того как на него нападали арабы весь мир кричал остановитесь остановитесь не надо отдайте этого и это просто откладывал войну на израиль опять налетали через какое-то время то же самое будет и с россией с украиной пока россия в той конституции в той форме в которой она находится сегодня она будет продолжать нападать на Украину, она будет продолжать нападать на своих соседей, она будет угрожать Финляндии, она будет угрожать Балтийским странам, она будет продолжать себя вести просто, потому что у них больше ничего нету, и они больше ничего не умеют, и они уже изолированы как проказа из мирового общества, поэтому у них кроме того, как огрызаться, как бешеной собаке, которая пускает пену огрызаться и кусаться, у них никакого Другого выхода нет. Поэтому сегодня надо просто иметь смелость, иметь хребет, сломать и свернуть шею этому ГБшной мрази. Другого выхода я не буду. А то, что если Украина подпишет какой-то мирный договор с Россией, оставит опять статус-кво, ну хорошо, оставит Донбасс, Донбасс, проход Крыму через Бердянск, оставит Бердянск и Мариуполь за Россию, это не годится. Это просто дать России время прийти в себя, вооружиться еще раз и еще раз напасть. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы на эфире. Здравствуйте. Уважаемый Гай, большое спасибо, что вы нам так все хорошо объясняете. Это такой подарок на праздник, просто вы не представляете. Я хотела спросить, потому что у нас на украинском канале выступает Назар Мухачев, и он уже давно говорил, что нужно деблокировать Мариуполь. Вот как это могло произойти, что его бросили на произвол судьбы? Там элитные части находятся. Азов это вообще историческое подразделение. В 2014 году по настоянию Азова они месяц уговаривали политическое руководство в Киеве, чтобы отобрать Мариуполь обратно. И вот их бросили на произвол судьбы, я не понимаю, это что, больше ничего нельзя было сделать? Чем это можно объяснить? Спасибо большое. Пожалуйста, слава Украине. Но как бы героически не сразался Азов, там люди, инструмент нужен для этого, нужно вооружение. Вооружения у Украины недостаточно и мало к времени войны. Вот надеюсь, что сейчас исправится ситуация. Хотя это уже поздновато, и уже много-много людей, и гражданского населения погибло, и воинов опытных погибло, и огромные разрушения в Украине. Но лучше поздно, чем никогда. А то же самое я могу спросить вопрос, а почему же Крым не защищали? Ну потому что тогда вице-президент Байден позвонил и не защищал, и сказал Турчинову не защищать, не начинать войну с Россией, отдать Крым. Иначе мы ведем против вас санкции, вы разозлите нас, мы не были вашими союзниками. Опять же, шантаж, запугивание Украины. Тогда ничего вообще не было себя защитить, и им просто пришлось сдать Крым. А зачем? Почему? Так же и сегодня. Мариуполь они не могли подготовить, не было чем. Не хотели злить Соединенные Штаты Америки, не хотели злить администрацию сегодняшнюю, американскую. Принимали, что урезание вот это. И только когда уже президент Зеленский понял, что вы брошены на произвол судьбы, что то, что вам сказали и вам обещали, что Путин, долго не волнуйся, не надо вооружаться, не надо мобилизировать, не надо закупать никакого оружия, потому что я, когда приду, помните эти слова? Когда я буду президентом, Путин у власти долго не останется. Я не буду с ним так мил, как с ним президент Трамп. Он быстро у меня уйдет, он убийца, он военный преступник, но ничего не дает. И до сих пор сидит и не подписывает. Лендлингс, вот то, что его Конгресс и Сенат заставляют, около 800 миллионов заставили, он дает. Ведь президент Байден сегодня, вот прямо сейчас может сдать указ, президентский указ, чтобы ленд-лис включили. И займет несколько недель, пока начнет поступать оружие и все необходимое для Украины. А потом, когда вернется Конгресс, ну сейчас уже осталась неделя где-то, и проголосует за это, уже задним числом это сделать. Так делалось, так Никсен сделал во время арабско-израильского конфликта в 1973 году. Там был не ленд-лис, но все равно. Он поднял все геркулесы в воздух и дал оружие Израилю. Израиль был спасен тогда, потому что иначе бы они проиграли. Это было в течение дня, одного дня. Сегодня Байден почему-то и демократическая партия, и вся эта элита в Вашингтоне это оттягивает. Не дают. Это любыми способами пытается увезнуть. В Америке народ все равно, вот я сейчас сижу, где огромное количество волонтеров для Украины, собирают все нужное, уже приходят сюда, значит, из трех букв люди, говорят, не надо, это вы там осторожнее, там сейчас будет ленд-лис, не надо. Но вот пока будет, мы, граждане Соединенных Штатов Америки, все равно будем помогать Украине и посылать вот эту каплю в море, но если это спасет одному солдату жизнь, то это все стоит. Он может это сделать, но не делает. Опять же, я думаю, что это договорняк. Это договорняк, который, ну, скажем, почему Россия выдает ноту протеста Соединенным Штатам Америки? Турции не выдает, Польши не выдает, Великобритания не выдает, Великобритания сегодня лидер по снабжению вооружений и поддержке Украины. Может быть, это хорошо, что они вышли из Европейского Союза и теперь могут действовать независимо. А все остальные сидят. Почему? А Россия только имеет претензию к Соединенным Штатам Америки. Да потому что они договорились. Турция не договаривалась с Россией, Великобритания не договаривалась с Россией. А сегодняшняя администрация договорилась с Россией, что мы не будем помогать Украине. Что если будет это незначимое внедрение, захват Украины, то мы ничего не сделаем. Если значимое, то какие-то санкции введем. Посольство убрали, заходите, все остальные за нами последовали. Заходите, мы вас приглашаем. Северный поток, санкции сняли, цены на нефть поднялись, потому что у нас запретили. В общем, кислород к Путину пошел, начал вставать с колен. Это провокация, это приглашение его войти в Украину. Посольства нету, посла нету. Посла до сих пор нет в Украине, американского посла нет. Вот Байден как пришел к власти, так посла и нету в Украину. Это что за такой мяссадь он посылает? Он говорит Путину, заходи, это твое. У нас с тобой мы договорились. А Китай получит вот эти территории, которые российские, которые китайские. Если вы посмотрите, кто гибнет сейчас, вот это мясо пушечное на территории Украины, это вот все вот эти народы, которые, пацаны их, молодые, размножаться уже не смогут, вот вдоль китайской границы. Это территория отходит Китаю, там они приезжают мирным путем. Китайцы приходят, на этих девчонках женятся и становятся китайцами все у них потом. А Россия получает вот эту территорию Украины. Все вроде договорились, а Китай заплатил полтора миллиарда Байдену. Ну, вроде бы все нормально, а тут вот неожиданчик от украинцев. Оказывается, русскоязычные украинцы не хотят быть русскими. Теперь они их так освобождают, что стерли их города с лица земли. Они все беженцы, но не в Россию, а на Запад, Западную Украину, Польшу. И президент оказался не еврейчиком, трусливым клоуном, а настоящим лидером. И лидером президентом войны с хребетом, можно сказать, с яйцами такой мужик оказался, воин. И украинский народ оказался героический, включая полкозов. Честь и хвала. Давайте примем. Следующий звонок. Добрый день. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Только у ленивого нет компромата на Байдена. Меня интересует вопрос, как вы думаете, у кого больше компромата? У Путина или у Украины? Если у Путина больше и более тяжелый компромат, так этим объясняется все его поведение. Я не знаю, у кого какой компромат. Я только знаю факты. То, что сын Байдена, Хантер Байден, мы знаем, что он был в связке со своим папой в коррупции. Что он занимался коррупцией в Украине. И должно быть расследование, которое должно быть. Но опять же, чтобы не ссориться с Америкой, чтобы не обидеть Байдена. Все это тормозится. Это тоже малодушие, с которым надо заканчивать. Байден не ваш друг. И он надеялся, что Украина падет. Это Байдена сын, который получил полмиллиона долларов от Батуриной. То есть от Путина. Три с половиной миллиона. Сколько? Три с половиной миллиона. Есть документы, да. Об этом говорят документы. Тем более. Да, извиняюсь. Три с половиной миллиона. И полтора миллиарда от Китая. Поэтому, конечно, я не знаю, у кого больше там на него компромата. Но я думаю, у всех достаточно. У всех достаточно компромата. Семья Байденская. Это мафиозная семья. Это вообще вся эта свора. Клинтон и Обама, Байден. И Буши тоже. Их не исключает хоть и республиканцы. Поэтому это такие кланы, которые держат власть в своих руках. И с ними очень тяжело бороться. А у кого на них больше компромата. Не знаю, у китайцев, у россиян. Думаю, у китайцев больше чудов. И потом, ведь Путин является ключевой фигурой в переговорах с Ираном. С Ираном, да. И мы продолжаем покупать нефть у России. Нефти все равно долларов очень много идет в Россию до сегодняшнего дня. И этот кризис в Европе энергетически никак не разрешится до тех пор, пока наши сумасшедшие здесь перестанут воевать с нефтегазодобывающей промышленностью. Да. Пусть вернуты те же правила, которые были при Трампе. Начнут качать газ и нефть. Мы станем, опять же, самыми крупными экспортерами. За место закупать будем продавать. Потому что какая разница, мы добываем или они добывают. Используется то же количество нефти и газа. То есть в экологии это ничего не меняет. У нас технологии более чистые, чем у них. Да. Давайте попробуем. Считается, что да. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, слава и украинец, уважаемый. Во-первых, у меня красный вопрос. Вот если эти мрази возьмут и применят атомное оружие, сразу, какое будет действие Запада и Соединенных Штатов в частности. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, что они это не сделают. Потом, это не так просто, как... Здесь я немножко в теме, потому что я занимался этим вопросом, когда я служил в вооруженных силах. Я не артиллерист, не ракетчик, не летчик. Но я занимался оружием массового уничтожения и антитеррористическими вопросами в вооруженных силах. Поэтому в этом у меня есть кое-какой опыт. Ядерное оружие есть тактическое, есть стратегическое. Конечно, мы надеемся, что стратегическое они не используют, и это не сразу к нему подходит. Значит, мы говорим, наверное, о тактическом ядерном оружии, которое запугивает Россию. Это очень долгий и кропотливый рассказ про это. Но вот это вот тактическое ядерное оружие сразу использовать нельзя. Во-первых, оно у них уже лежит довольно-таки давно. Оно лежит на специальных складах. Это должно использоваться специальными людьми. Я надеюсь, что его не было на крейсере Москва, хотя многие подозревают, что там было. Его надо испытать, конечно, первоначально, потому что оно может не работать. Это не просто такое, как граната, дернул за кольцо и кинуло, оно взорвалось, или нажал на курок, и оно полетело. Нет. И они должны это испытать. Сначала испытаний не было, по-моему, с 95-го года. Поэтому они должны будут его где-то взорвать, испытать, то есть в отдаленной местности, или под землей, или в океане. Что, конечно же, мы все заметим, и это поставит весь мир в совершенно другое пространство. Но ожидать и готовиться надо ко всему, что они могут употребить. Могут и химическое оружие, и биологическое. Но мы только что прошли через биологическое, и продолжаем идти через эту биологическую атаку, которую захватило весь мир. Но и надеюсь, что они к этому не придут, потому что это не решение одного человека. Хотя мы знаем, понимаем, что сейчас они поставили во главе войск отморозка полного, этого дворникового генерала, который, ну, это он там, он там, вместе с Жуковым, вместе с Суворовым, такой кровожадный, только кровью и количеством, и никакого военной науки или военного искусства там не используются. Гусеницы, бомбы и сапоги. И давить всех подряд, не разбирая. Так как он себя вел в Чечне, так как он себя вел в Сирии, в Алеппо, это его рук дело, также, я думаю, что он себя сейчас готовит везти в Украине. Надеюсь, опять же, молим Бога, сегодня, особенно в день Пейсаха, первого Сейдера, что Всевышний не даст этому случиться, и что Украине будут даны правильные инструменты, чтобы она могла защититься и ударить ответно. Спасибо, давайте приветствуем. Добрый день. Упс, не дождались. Перезвоните 847-400-5200, если у вас по-прежнему остались вопросы. А тут еще вот обсуждается, вдруг начали говорить о возможной новой точке напряжения, это Босния-Герцеговина, которая тоже намерена вступить в НАТО, и там получается такой довольно сложный клубок, поскольку Сербия с Россией очень близка, и, так сказать, Сербия будет, поддерживает Россию, она не приняла участие ни в санкциях, ничего, мало того, они ведут переговоры и так далее. И вот Россия тут тоже возмутилась по поводу желания Боснии вступить в НАТО, а это совсем в Европе, там в центре Европы находится, на Балканах, то есть назревает такой балканский конфликт. Давайте, что из этого может получиться? Ну, это всегда взрывоопасная зона, там, и на Сербии, я вам скажу такую вещь, что Сербия это тоже такой друг, а они как-то болгары где-то, то есть болгары тоже вроде бы как бы за Россию, но не за Россию, потому что как только болгарам предоставили вступить в Евросоюз, так они сразу вступили в Евросоюз. Только они предложили вступить в НАТО, они сразу вступили в НАТО, как только окно у них открылось. Поэтому я думаю, что сербы тоже союзник такой для России, они не глупые ребята там в Сербии, совсем не глупые, очень прагматичные и довольно-таки агрессивные. И поэтому я уверен, что если сербам предложить вступить в НАТО, то они России скажут, не, все равно мы лучше будем в стивилизованном мире, чем с вами с варварами, хотя у нас там одна религия, или там мы несколько ген с вами разделяем. Хотя то, что мы видим сейчас, кто гибнет в Украине пачками, то мы видим там кавказцев, кадыровцев, мы видим разных неславянских национальностей, молодых ребят, бурят, ну и так далее. И сейчас еще и сирийцы в порту тянулись. Давайте прием с вами. Добрый день, пожалуйста. Филим. Алло, здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Юра. Юра, вы как опытный гимнаст находитесь уже много лет одной ногой в состоянии шпагата. Одной ногой находитесь у нас, в Немшар, второй находитесь здесь, на Украине. И уже много лет вы в курсе всех событий в Украине, что там происходит. И как вам сказать, до выборов у нас, в Украине, в основном говорили о том, что Байден повезет. Насколько сегодня в трагические моменты вот этой жизни Украины, насколько ощущается вот эта помощь нашего Байдена? Спасибо. Да, да, они все кричали «Байден, преде, порядок на Веде». Ну и до того, как были выборы между Клинтон и Трампом, конечно же, шла огромная-огромная пропаганда, что Клинтон, она вот Путина ненавидит и все такое, хотя уран продала она, Путину наш, 20% нашего урана, ну и так далее. И предательство было в Бенгазе. А вот Трамп, он друг Путина, он вот с Путина, он там на него так посмотрел, вот он про Путина сказал. И, конечно же, убедили много украинцев, и это было понятно, что Трамп, он такой пророссийский, а вот Клинтон нет. Когда победил Трамп, конечно, в Украине было немножко так не очень себе, и я все время спорил, пытался им что-то доказывать, на телевидении, журналистов, они все время из меня хотели сделать дурака, трампист, трампист этот, сапог, солдафон, тупой. Я хотя говорил, это Конгресс вам выделил летальное оружие в 2014 году, чтобы вы могли защитить себя от русских, а Байден и Обама, они положили вето на это, и это только когда пришел Трамп, он снял это вето с вас, и вы получили джувелины, вы получили снайперские винтовки, противоснайперское оборудование такое получили, но это все было, меня глушили, меня не приглашали, и до сих пор это идет, что в Украине журналисты, политики, вот эти политологи, они все равно все левые, то ли они не на Соровских сидят грантах, то ли они просто полезные идиоты, я не знаю, но все равно вот Трамп им противен, он сейчас делает, а Байден все-таки, вот он нам дает, вот он даже многие говорят, он дает больше, чем мы ожидали, он помогает, не надо нас сорить, Табах хочет нас рассорить с Америкой, почему-то, когда они лили ведра говна на Трампа, они не волновались, когда он был президентом, что рассорят с Америкой таким образом, но народ, вот люди, хотя бы в моем окружении, я же не могу говорить за всех украинцев, конечно же, это им влили в голову, и доказать обратное очень сложно, люди то, что видят по телевизору, особенно если они видят от уважаемых журналистов, которые они слушали всю жизнь, которые за права человека, которые против Путина, которые продолжают говорить, что Трамп это исчадь и ада, а Байден это наш друг, и Байден нам дает то и все и третье и десятое, то, конечно же, доказать обратное практически невозможно, и это как вот фейк выпускают, что Трамп он друг Путина, что он в сговоре с Путиным, и сколько бы ни расследований не было независимых, сколько бы ни доказаний, вот сказали, вот им понравилось и все, и ты не переубедишь их никакими доказательствами, никакими компьютерами Хантера Байдена, ну ничем не докажешь, и очень часто вот эти журналюги в Украине, они продолжают гнуть эту линию, и люди их слушают, но в основном в моем окружении, конечно же, люди понимают, что Байден их предал, Байден их кинул, все, что он обещал, он ничего не делает, и то, что он говорит, это одно, а делает он совершенно другое, но это не он, все понимают, что он не виноват, у него он не идиот, у него деменция, а вот те, которые за него голосовали, и те, которые поддерживают это, вот это, конечно же, люди подлые. И я вам скажу, что даже недавно на телевидении, на центральном телевидении в Украине, выступала такая Карина Орлова, у нее брал интервью тоже великий журналист, Питер Залмаев, и он ее так подвел под все это, он прекрасно меня знает, и она сказала, что я консерву, так же, как и швец, что я консерву, что я фейк, что я вообще ряженый, что мой мундир, мое звание, мои ордена, медали, это все ряженность, что это не так. И все они стояли, аплодировали, вот теперь мне что делать, хотите доказывать, что это не так, что я их в суд могу брать, что я, когда Карина Орлова до сих пор получает зарплату от Газпрома, когда швец служил в КГБ, когда Залмаев великий комсомолец, они сидят и говорят, что я предатель Соединенных Штатов Америки, я человек, который прослужил 30 лет, который был проверен всеми контрразведками Соединенными Штатами Америки, у меня была высокая секретность, я, который кавалер Ордена Почетного Легиона, участвовал в конфликтах разных, я оказываюсь консерву, и при этом должен оправдываться перед этими уродами, реально моральными уродами, которые служили Советскому Союзу, Комсомолу, КГБ, которые теперь меня называют предателями. Значит, мои родители, я сразу говорю, мои родители были изменники Родины, вот эти же уроды обвиняли моих родителей в изменениях, не важно, что мои деды воевали, там все такое, они были изменники Родины, предатели, знаете, и мои родители еле-еле удрали от них, еле-еле увезли меня ребенком оттуда. Теперь эти мрази приперлись сюда, в Америку, и здесь они герои, они патриоты Америки, а не я. Они на себе вышиванку рвут, что они против Путина, а я опять предатель, я опять изменник Родины. Вот это всегда так будет, и доказать это обратное невозможно. Конечно же много украинцев, которые это понимают, и осознают, они понимают, что Байден их предал, что администрация Байдену их киданула, но элита, элита, она все равно гнет вот эту линию, и доказывать, ходить по каналам или еще куда. И вот эти люди, а сегодня на этом же канале я выступал, мое выступление, они забыли выставить, они не слили это в YouTube, я сегодня у себя его выставил. Ну вот забыли, так у них получилось, кто-то поленился, там не сделает. А вот этих мразей они не забыли выставить, они себя называют самый честный канал, самый честный, самый справедливый канал, кстати. И что ты будешь делать, вот как с этим бороться, я не знаю, наверное, это такова жизнь, надо это все воспринимать, так как оно есть. И это бесконечно. И ничего ты с этим не сделаешь. Они профессиональны в этом, и я надеюсь, что просто мы будем продолжать говорить, и делать. И сколько бы ты доказательств не приносишь, там факты, доказательства, вот примеры, вот все. Ну ты солдафон, ты трампист, значит ты за Путина. И все, этого достаточно. Белый супремасист. Юра, огромное спасибо. Очень рад был тебя слышать. Я думаю, что мое настроение разделяют и все, большинство, по всякому случаю, подавляющее большинство наших радиослушателей. Кстати, Сереж, только если я могу добавить, кстати, в основном все русскоязычные телевидение и радио на Западе и встречаю в Соединенных Штатах Америки то же самое. То же самое. Если вы посмотрите, они получают деньги из России или получают деньги из Соровских каких-то или демократической партии. И поэтому, хотя большинство их слушателей, республиканцы и то, что мы называем трампельеры, они все равно ведут вот эту линию. Спасибо огромное. Рекламы на их радио нет. Все, Всего доброго, Юр. Всего доброго. С праздником. с праздником. С праздником.